Сегодня в Ярославле, как и по всей стране, отметили День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» сделал виток вокруг Земли. С этого момента началась новая эра. Как годовщину ее наступления праздновали в областном центре, расскажет наш корреспондент Владислав Старожук. На улице Гагарина громкий гул моторов и запах топлива. Ярославцы в честь дня космонавтики организовали автопробег на ретро-машинах под названием «Поехали». Среди его участников – те, кто занимаются поиском, восстановлением и подбором комплектующих для детищ советского автопрома, ставших частью истории. «Вазы», «Москвичи», «Волги», «Жигули». На автопробеге буквально собрались экспонаты, уже повидавшие не один десяток лет. При этом создается ощущение, как будто они недавно сошли с конвейера. Этот пробег уже стал традиционным. Мы уже ездим с 2021 года. И каждый раз машин становится все больше и больше. Помимо старинных машин, здесь еще сегодня очень много и современных. 12 апреля. И мы каждый год выезжаем, и каждый год празднуем. И это открытие сезона и для нашего клуба, и для всех наших друзей, которые сегодня здесь с нами. Здесь каждый год появляются новые восстановленные машины. В этом году, конечно же, это все связано с моделями Запорожского автомобильного завода. И здесь есть уникальные машины, которые с ярославской историей. Сигнал «Поехали» дан. Встроенная колонна движется по улице Гагарина. Конечная точка маршрута – школа 74 на Тургенево. Весь путь занял 108 минут. Столько длился полет первого космонавта. Участники автопробега возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза. Кстати, открыт монумент был ровно 20 лет назад. Он единственный в Ярославле. А имя Юрия Гагарина школа носит, потому что она была построена в 1961 по ходатайству партийной организации. Ей было присвоено имя первого космонавта в истории. Здесь же исполнили самую популярную песню о Юрии Гагарине. «Знаете, каким он парнем был?» Александры Пахмутовой. На стихи Николая Добронравова. «Знаете, каким он парнем был? То, кто, кто, звезды открыл». На этой неделе есть еще одна дата, связанная с первым космонавтом. 60 лет назад Юрий Гагарин приезжал в Ярославль. Фотографии хранятся в областном архиве. Гагарин встречался с передовыми животноводами, работниками совхоза «Новый Север» и выступал на собрании областного актива в ЛКСМ. «В первый раз, когда приезжал в Ярославль, он встречался с обычными ярославскими рабочими. Второй приезд Юрия Гагарина в Ярославль состоялся в 1967 году на вручение Ярославской области ордена Ленина». Покоритель космоса был очень земным человеком. Ему были интересны дела соотечественников. Воспоминания о Гагарине и его визитах на Ярославскую землю бережно хранятся для потомков. Владислав Старожук, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости.